Бельгийский комбайн, потом немецкий класс. Здесь имеется вся современная сельхозтехника. Есть и новинки. На них студенты филиала техникум и транспорта города Орска не только учатся, но и работают. Причем у себя, в районе. Вообще в этом году на модернизацию учебного учреждения вложились немало. На это из казны области выделили 80 миллионов рублей. Нравится филиалка? Рот открылся и не закрывается. Красиво все очень хорошо. Здесь готовят водителей, поваров, парикмахеров. Учебные кабинеты оснащены всем необходимым. Обучаться рабочим профессиям приезжают из соседних сел. Здесь есть общежитие. Его тоже капитально отремонтировали. Условия теперь даже лучше местных гостиниц. Вот сейчас ребята придут, вот в эту сказку по-другому не скажешь. Такой ремонт сделали, просто слов нет. По новым стандартам будут обучаться и дошколята. Детские игры сориентированы на изучение фигур, пространства, цвета. Таким образом выпускников детского сада готовят уже к школе. Что не площадка, то небольшой центр образования. Вот здесь вот мы им предлагаем так порисовать, похудожничать свои замыслы, свои мысли. Правильно мыслить и рассуждать придется и школьникам. В этом году предстоит писать сочинения. Пока это будут только тренировки. А уже со следующего года экзамен станет обязательным. Те, кто напишет его на двойку, к ЕГЭ не допустят. Перед нами поставлены новые, очень серьезные задачи, которые потребуют консолидации всех сил, и как учителей, так и учеников. Потому что за годы сдачи единого государственного экзамена, ну, скажем так, мы подрастеряли методику подготовки ученика к сочинению. Вот теперь будем восстанавливать. Подтягивать будут и по математике. По этому предмету высоких результатов на ЕГЭ ученики не показывают второй год. Ну а Юрий Берг просил обратить внимание на питание школьников. Меню, по его мнению, должно быть разработано с учетом возраста ребенка. Тем более, что на образование выделяется 30% областного бюджета. За счет этих средств смогли отремонтировать несколько десятков школ и детских садов. Мы к учебному году готовы. Подход к каждой школе строго индивидуальный. Во главу угла ставим интересы ребенка. Не экономики, а интересы ребенка. За отличный труд учителей года отблагодарили продукции автопрома. Ключи от новых машин на этот раз получили 44 педагога. Еще дополнительно 100 миллионов рублей получат 7 территорий, в которых выпускники школ по итогам единого государственного экзамена получили высокие баллы. Деньги направят на премию учителям, а также на оснащение материально-технической базы самих учебных учреждений. Екатерина Тихоненко, Дмитрий Журавлев. Наше время.